Ямочный ремонт Только за одну неделю дорожные службы в порядок приводят более 500 квадратных метров проезжих частей по всей территории Ленинского городского округа. Какие дороги нуждаются в ямочном ремонте, сотрудники дорсервиса узнают от жителей, которые оставляют свои заявки на портале Добродел, а также в результате самостоятельного выявления разрушения асфальта. У нас есть не только ямы, но также дефекты и разрушения. Такие же трещины, как вы сегодня видели, также будут в дальнейшем превращаться в ямы. Кромко ломается, машины ездят большегрузные. Трещины, большие сетки, деформации и разрушения, подмывы грунта также будут являться. Дорожное покрытие считается поврежденным, если размер трещин составляет более 2 сантиметров, аварийные ямы – более 7 сантиметров. Сперва с помощью специальной техники рабочие вырезают необходимый отрезок асфальта и очищают территорию. Далее к процессу подключается другая бригада, которая непосредственно кладет новый асфальт. На большинстве участков, где производится ямочный ремонт, повреждения асфальтового покрытия незначительные, но бывают и такие очень глубокие ямы, как, например, у 89-го дома по улице Школьная. Здесь дорожное полотно подмыло грунтовыми водами. В открытом состоянии вырезанный участок может находиться не более пяти дней. Стандарты, по которым, да, могут быть открыты. Почему? Потому что у нас есть погодные условия. В связи с погодными условиями мы можем подготовить карты, а три дня будет потом лить дождь. Но делаем срок, да, вот, допустим, если сегодня мы нарубили, будем стараться, подготовили карты сегодня, будем стараться закрывать уже сегодня же. Основную работу по ямочному ремонту дорожные службы стараются произвести до 30 октября. Но, к сожалению, процесс появления выбоин круглогодичный. Здесь и интенсивность движения, и большегрузный транспорт, и погодные условия. Поэтому заделывать новообразовавшиеся ямы приходится постоянно. Юлия Погосян, Александр Логинов, Видное ТВ.